Привет, Урабьерик! Добро пожаловать в Канадские горы! Это классический летний поход в Дикие земли крепости. Наш лагерь там далеко внизу горных озёв. Мы наверху, на дождей, прибиваемся куда-то туда, сквозь облака. Пусть он продолжает двигаться, а вы смотрите всё с самого начала. Так начинается наш день. Мы приехали в Castle Wildland Provinsial Park, или по-нашему, провинциальный парк Дикие земли крепости. Собираемся отправиться в классический летний поход минимальным составом. Здесь только я и Никита, ещё непонятно откуда взявшаяся толпа туристов. Пойдём к озёрам Middle Pass Lakes и далёкому хребту Rainy Ridge. Нам надо пройти примерно 10 километров, набрать метров 600 дистанции. Никит, как настроение, какие ожидания от похода? Прекрасно, погода прекрасна. Всё отлично. Надеюсь, будет классно. Сначала шли по ровной и широкой тропе. Было очень легко, потом она стала набирать такой довольно стабильный уклон. Стало потяжелее, мы хорошенько согрелись. И, кажется, пришло время сделать первый привал, немного перевести дух, попить кофейку и продолжать двигаться туда-наверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будет привал номер два у ручья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чё, как идёт, Семен? Вообще изи. Изи? На релаксе, по-моему. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пошёл. Я пошёл. На 40% сухое осталось нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эффектно было. Летний поход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, уже видно, как дальше пойдёт наша тропа. Через перевал хребта Рейни Рич, дождливый хребет. Дальше пойдём налево. И уже недалеко, чуть повыше, будут наши озёра Миддл Пэс Лейкс. Три озера. А завтра? Завтра у нас свободный день. Сегодня мы ставим базовый лагерь в той долине. Завтра отдыхаем. И, возможно, попробуем взять вот этот большой хребет. Отправиться на серьёзную вылазку уже налегке, без больших рюкзаков. Посмотрим, что у нас получится. Пока надо добраться до озера. Субтитры сделал DimaTorzok. Никита огорсился, что надо будет ещё подниматься наверх, аж вон туда. За этот хребетик надо будет залезть туда, откуда стекает водопад. И где-то там, в верхней долине, будет три озера. Придётся ещё поработать. Короче, пошёл нормальный уклончик всё-таки. Раздача началась. Мы можем, мы должны. Ну всё, выходим куда-то. Да. Вообще нормально. Давай. Какая водичка красивая. Всё прозрачное, бирюзовое. Играет. Снежок ещё есть, но я думал, его здесь будет больше. Вообще ни о чём, на самом деле. Второе озеро. Самое маленькое из трёх. На другой берег, да? На другой берег, да? Ну, наверное, это третье. Смотрите, какой тут раствор. Ты знаешь, первое, может, и живописнее было. Там такая скала со снегом. Тут тоже красиво. Но я не уверен, какой из них прикольный. А? Они так не дошли до озера, что ли? Сдались? А, те? Да. Не дошли. Вон они. Вон они. Вон они. Вон они. Вон они. Вон они. Но это не условия попроще. Делай что хочешь. Развёл костёр в озеро. Давай здесь. Я думаю здесь, да? Тут нормально. Вон там, да? Ну. И рядом с чуваками другими не так страшно будет. Ну ладно. Щикардос вообще. А может ещё... Левее где-то полотку можно, чтобы чуть-чуть от них подальше. Надо посмотреть просто немножко. ну что за каждым углом места все лучше и лучше пусто латочки здесь прикольно что в пяти метрах от палатки озера и своя лавка свою кострище сейчас на рубим дров я взял с собой топор короче рассказываю в этом походе я впервые тестирую свой новый рюкзак big agnes park view 63 литра американская компания из колорадо это их первый рюкзак они вообще производят палатки но вот вышли на рынок рюкзаков довольно удобная штука мне понравилось больше моего прошлого грегори хорошо сидит плотненько прижимается к спине хорошо распределяет вес в целом я довольно красивый зачетный это мой мой вам обзор короткий душевный вы за это подписывайтесь на канал жмите лайк прямо сейчас если забываете это сделать потом а нам надо немного передохнуть что касается жизни то это музыка рядом или вдали звучит постоянная музыка будь то хоть ночи или дни это музыка и даже в маме тишины и крик эта музыка вдруг она займет свое место твоем айфоди будет трек неизвестный можно отъехать немного от этого упражнения оооо ну что наш базовый лагерь готов палатка сделано внутри матрас спальник подушка теплые вещи сменка все лишнее все уже лежит никита у тебя как местечко шикарная до озера как я говорил 5 метров сейчас а раз вы готовы все сделано пошли обедать на озеро да что он еще остается с хорошим видом плотно перекусить попить немножко еды взял но там все и газ я не заметил когда он нес пакет типа видел только рюкзак а он еще с пакетом шел оказывается поскромнее но тоже на три дня так плотненько и приготовился придется подхавать немножко в этом походе много нагрелся на солнце но сейчас мы это исправить пять минут и будет что пока можно нафильтровать водички думали идти к ручью но тут озере она примерно чистейшая абсолютно прозрачно никакой пенки у берега ничего подобного поэтому нафильтруем прямо здесь будем читать кипятить варить лапшу если их 1000 озерная свежая выбрал в эфире на обед лапша булдак со вкусом карбонары все то же самое канадское точнее американское сушеное мясо строились отлично девчонки из той группы четверых человек тоже пришли к нам сидят вот тут за елками их парни рыбачат где-то за углом пришли сразу достали удочки в целом все кайфово разложились лагеря отличные места на всех хватает скорее всего больше никто к нам сегодня не присоединиться здесь будем в шестером надо будет узнать у ребят на все выходные они здесь или только до завтра но вот это наверно перед нами тот самый рейни рич завтра предстоит пробовать налегке без большого рюкзака когда не сильно понимаю как это работает но выглядит прикольно как вы столько раскачал раскачал забросил и рыба есть да рыба вскидывается ее видно но пока он еще ничего не вытащил там скидывается рыба чувака и ловит у нас заваривается лапша к нам в гости пришел ванька привет ушастик не будем тревожить никита пошел отдыхать в палатку после обеда я иду немного прогуляться и посмотреть какая тут вокруг ситуация с дровами насколько мне понадобится сегодня топор думал может придется срубить какое высохшее деревце но вроде там даже там у воды где кострище сложено там валяется довольно много веток обломков может быть и дальше будет то же самое иду вдоль озера хочется посмотреть что к чему еще там впереди очень красивые скалы это уже попробую выйти к ним поближе такие ветки очень много такого сушничка он конечно тонкий горит быстро но зато здесь стал добра просто навалом не хочу здравая полный порядок чуть дальше по берегу есть места совсем уже благоустроенные смотрите какие-то сделаны лавки гигантская кострище сложено здесь довольно много дров осталось их наверно вот и можно пустить в расход вода ледяная но я должен это сделать шастаю за дровами с той стороны гор начали приближаться какие-то тучи непонятные совершенно был отличный день прогноз сегодня никакого дождя не обещал надеюсь что с них ничего не польет завтра утром до другой разговор завтра утром бы про по прогнозу у нас дождь и это единственное серьезный дождь похода должен быть если верить синоптикам ну конечно будем проверять посмотрим как она будет на самом деле удивительная горная погода явно готовит для нас какие-то сюрпризы тут столько скрытых местечек полянок обустроена удивительно все сразу не найдешь вот олень привел привел меня еще одно место которое от воды совершенно не видно нас я отошел метров на 15 прикольно прикольно здесь может поместиться очень много люди у этого озера очень большой лагерь на самом деле если знать все его скрытые части офигенно и почти никого нету как палаточный отдых там лично птички поют мухи жужжат у меня отрезки там под куполом летали все никак не могли выбраться как вертолеты еда на месте много дровишек под собрал я сейчас покажу тут пару секреток локации спрятанные от общих глаз надо знать места некоторые мне кажется это кто-то строила целый домик пытался сделать потому что я вижу за дело какие-то вот под стены вот это явно были части для крыши или для стен такие длинные кто-то хотел собрать мини-избушку такую немного не довел до конца проект но работа проделана немаленькая вот что значит сила остались без топора хорошо успел наколоть пару таких толстеньких нормально сегодня точно хватит завтра попали в хворост походу вот еще дрова кстати это призец уносить обратно фирменная палка из топора привозилась палку кочегарку можно чилить дн хорошая мистич сделал себе каменную сидушку я покажу как это работает здесь земля вся сырая на берегу может кастрика и скоро подсушит но такая очень мог с этим устройством здесь достаточно говорит я пока хавость не хочу особо уже уплетается но я по-другому нормальному нормальному кто-то по-другому а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чуть меньше 4 часов заняло у нас дойти вообще до сюда, до последнего озера За 4 с чем-то часа уже поставили палатки, разбили лагерь Как бы такой трудовой день был довольно короткий Дальше у нас происходит заслуженный отдых Зелененькая Дело идет к закату, пришло время отправиться в экспедицию небольшую к Нижнему озеру Посмотрим на лагерь наших конкурентов Довольно роскошно устроились Субтитры создавал DimaTorzok Там какая-то верхотура, сейчас на нее выйдем, посмотрим, что там в той долине Как закатное состояние в целом Красиво вечереет Птицы поют Очень спокойно в этой долине Под вечер пришла еще одна группа из двух парней И теперь нас 8 человек около того озера Но все ведут себя тихо, спокойно Никто не шумит, никому не мешает Замечательно проводим время Туча не в тему пришла, да? Посидеть можно сразу, другой вид Красиво Таймлапсик сейчас поснимаем для зрителей наших Так, а где, говоришь, на хребет выходить? Ну вот, наверное, вот так Так даже вот здесь Вот у елок можно весь Не такой жесткий уклон, кажется А дальше там нормальный скрамбл, походу Да, вообще что-то, да Прям, да Надо было шлем брать, наверное Можно, можно Ну можно, да Можно прогуляться наверх, типа на эту точку посмотреть Завтра будем лазить сразу Ну вот, вот здесь Вот даже вот отсюда Да Не, мощно Мощный вид Ну вот, примерно здесь Да Да, я согласен Офигенно Да? Таймлапс Погнали Таймлапс Ну что, ребят На этом закат ТВ Временно приостанавливает свое вещание Пришло время возвращаться в лагерь Навались там нормального костра Вообще Вообще ничто То есть Эта Временно 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 время 7 утра на улице идет небольшой дождь все в точности как обещал прогноз смотрите сейчас покажу пасмурно все затянуло но никакого большого ливня нету и после 10 утра дождь должен закончиться поэтому пока переждем потусами в палаточках может быть скоро принесу сюда еду приготовлю какой-нибудь завтрак пойду за едой хочется хотя бы сделать кофейку а может уже что-то перекусить пасмурно развить какие-то такие более светлые участки на небе какие-то более темные не совсем все жестко затянули соседи какие-то уже проснулись ходят шуруют по лагерю у них натянут большой навес от дождя они могут под ним тусануть я свой взять забыл поэтому дождь можем переждать только в палатке только что совсем низко над водой пролетел большой белоголовый орел мы с никитой видели их уже вчера 2 они тут где-то живут время от времени летают рассматривать какую-то добычу на сейчас он так красиво пронесся над водной гладью белый хвост белая голова как будто только слетел с американского герба очень прикольно а еще вчера когда легли спать и никита заснул и вокруг наших палаток начала ходить какая-то зверюга и громко сопеть и шуршать и блин я лежу придерживаю сирену немножечко одной рукой и вот подарил полетел не соврал видите короче и и все ждал пока это зверюга уйдет она ходит то вокруг моей палатки никиты очень сильно меня пугало довольно долго не мог заснуть было было стрёмно но не знаю скорее всего это был олень который приходил наш лагерь и раньше днем но все равно конечно нервишки мне пошатала дошел до хранилища с едой вчера мам кажется его не показали здесь несмотря на то что совсем дикие места и делать что хочешь и не национальный парк а прям такая дикая дикий запад зона при всем при этом стоит большой зеленый ящик для еды от зверя в него не заберется медведь и еда лежит подальше от твоей палатки не привлекает хищников своим запахом кофеек отлично все можно опять закрываться тусовая здесь еще пару часиков пока не уйдут тучи у меня все есть еще вода кофе и завтрак нормально пропаду сейчас открою книжечку или послушаю подкаст мне очень нравится отдохнуть в палатке под дождем это всегда приятно послушать шум капель на ткани особенно если тебе тепло надо никуда торопиться собираться сегодня нам вообще не обязательно что-то сделать машине надо вернуться только завтра днем все хорошо можно валяться в палатке хоть целый день озеро озеро где-то там большие горные стены на которые мы вчера смотрели целый день сейчас не видно абсолютно ничего до этого я вставал утром все было видно поднялся густой туман мистические горы уж все как мы любим а Продолжение следует... Снова выбираемся из палаток, ждали пока закончится дождь, дождя пока нет, но миски и облака никуда не уходят, все еще пасмурно, будем пробовать, все-таки будем пробовать пробиться на хребет, сейчас будем выходить, пока с неба ничего не льет. Посмотрим, что у нас получится, как далеко сможем забраться, Никит уже надел пуховик. Я думаю, там будет не жарко, я рекомендовал, по крайней мере, взять его с собой. Плывет, плывет, понеслась, понеслась, пошла рыба. Вон, смотри, сколько их, вон. О, косяки целы. В озере просто дофигища рыба. Идем в облака. Идем в облака. Все, это хребет, Никита. Хребет Рейни Ридж, мы в облака, не видно ни хуя. Никита сделал его первой, но у него был намного плотнее завтрак, чем у меня. Поехали сюда наверх, посмотрим, что видно с этой вершинки. Подозреваю, что тоже ничего в таких условиях. Все равно интересно. О, во, во, смотри. Появилось. Жесть, мы в космосе, в каком-то вообще. Здесь только нас, пятачок, и ничего больше нет в мире. Поехали. Поехали. У меня там дальше... Поехали. Да пока сам, халш. Улллллллл Улллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл Рейни Ричдам Это совершенно невозможно в условиях В молоке Но Дождливый хребет более-менее Обравдывает свое название Добрались до нормального спуска Да, в стрем Полезешь? Нет, смотри, вон там дальше 2000 лавр Сейчас попробуем найти родную Короче, мы немного побродили по этим скалам Сбросили какую-то высоту Пытались пробиться туда, дальше по хребту Но Не видно хороших маршрутов Видно много всяких скальных участков Впереди еще обрывы Все эти камни покрыты Скользким духом Все влажные Лазить поэтому сейчас неудобно и неприятно Поэтому будем возвращаться Примерно потому, что пути мы поднимались И может быть зайдем на этот хребет В другом месте С того дальнего перевала Посмотрим, как пойдет дальше Друзья, пока Сейчас Надо вернуться туда на верх На хребет Субтитры сделал DimaTorzok Почти спустились Вырвались репта Спустились обратно к озерам Сейчас, наверное, сразу пойдем По направлению к нашей следующей тропе Первая вылазка закончена Но день продолжается Может быть У дальнего озера сделаем еще небольшой привальчик Немного перекусим И пойдем К перевалу Пробовать Подняться на хребет В другом месте На другой его участок Пока План такой Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приняли решение не ходить на хребет, потому что туда поднимешься и опять не видишь, там ровным счетом ничего в таком лагере. Не видно, чтобы день налаживался пока. Может во второй половине, если станем получше, сделаем еще одну вылеску, а пока... Хочешь спуститься к озеру? Давай! Попробуй! Музыка Музыка Вернулись в базовые лаги. По дороге встретили этих двух парней, которые пришли вчера вечером. Они сидят очень грустные. У них была миссия сделать траверс по всему этому хребту. Соправо налево. И сейчас они думают, что вечером пойдут обратно к машине. Очень расстроены. Мы не грустные. Мы сходили на крестный хребет. Поймали пару минут прикольных видов с этими облачками. В целом неплохо в размере. Сейчас устроим промышленный сбор дров, чтобы хватило аж до вечера, до темноты. Запалим нормальный кастрик и еще красиво посидим, отдохнем. Музыка 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 Тихо по... Ну так по-е... Так по-е... Не знаю еще. Ничего хорошего. Куда ты меня завел? Я не знаю. Пусть попробовать спуститься здесь. И потом как-то траверс. Дальше на хребет. Не очень понятно, что делать. Везде так себе склоны. Но потихоньку куда-то продвигаемся. Я не знаю. Дальше на хребет. Дальше на хребет. Ахлебет. Время. Тихо. Мы почти сделали это. Второй раз сзади. Я так понимаю... Та часть спинта тоже мы посоединяем с этой спиной. Можно еще сделать, наверное, с ту сторону. Если у вас совсем много времени и сил. Ну а мы направились вот сюда. В целом тоже очень неплохо. Сейчас можно сделать драйверс на взлет на перевал. И вернуться к нашим ландерам через эту дорогу. Можно отсидеть наш там. Огромное пространство открывается. Огромное пространство. Огромное пространство. Огромное пространство. есть мы снова спустились хребта рейни ридж будем возвращаться на базу и готовится к вечернему отдыху все важные дела на сегодня сделаны все цели выполнены все хребты пройдены не успели вернуться на базу как снова пошел мелкий дождь с той стороны опять надвигаются какие-то мощные тучи погода сегодня играет с нами в злые игры непонятно получится ли нормально посетить у костра сегодня вечером может быть придется ужинать палатки ну что можно сказать зато успели все посмотреть и два раза сходить на хребет не сказать что был совсем провальный денек но погода такая не совсем летняя не такая летняя как хотелось бы скажем так вернулись домой тут же снова показалось солнце есть надежда что дождь может все-таки закончится и получится посидеть у костра надо немного заново вот сушить дрова это небольшая проблема главное хотелось бы остаться сухим сегодня вечером было бы классно пять минут назад я говорил что как только мы вернулись на базу показалось солнце и погода стала налаживаться это очень быстро закончилась сейчас сгустились самые плотные тучи за весь день резко потемнело и кажется скоро придется отсюда убегать мы только-только разложились я нафильтровал воды никита разложил сушиться дрова заново там уже снова горит огонь где-то внутри но кажется все это может закончиться в любую минуту и придется уносить ноги в палатку получится успеть сделать чай все пора влупил дождь все надо убегать ужинать палатку успел заварить сейчас как раз настоится все все уносим ноги или успел запрыгнуть палатку вообще ударил нормальный я думал дождь будет только утром сегодня но нет не повезло ладно если палатка не будет протекать потусуюсь вполне неплохо и здесь отдохну полежу поваляюсь смотрю что им старт трек на телефоне почитаю книжку все будет классно и наверх сразу эту хуйню положить сразу возьмется вообще здесь где-то вот запах как лп лк 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 о можно еще наверх распогодилось кастрик сделали большой красивый все занялось все подсохла закатная красота тихо спокойно просто песня на вечер второго дня я берег себе особое лакомство это машкин любимый десерт чоколад мат слайд машка если ты это видишь это для тебя утро третьего дня холодно пасмурно опять низкие облака несколько минут назад шел дождик надо делать кофе есть завтрак собираться и убираться отсюда побыстрее пока не пошел дождь посильнее не залила вас разгорается последних мини кастрик похода кофеек уже заварен а сейчас съем консерву с тунцом на этом завтрак можно считать успешно выполнен никита чё у тебя на завтрак макан через сириус завтрак самый питательный пищу собрал весь рюкзак внутри осталось только свернуть мокрую палатку засуну ее снаружи боковые карманы и на этом все сборы закончены дождь не останавливается сейчас будем мокнуть ну все мы готовы время 9 утра снимаемся все идет по расписанию сейчас даже дождик перестал пойдем по сухому вряд ли это надолго тучи никуда не уходят будет еще моросить поэтому пока в дождевичке флиску снял сразу потому что будет жарко идти с рюкзаком но вообще идти должно быть намного легче конечно чем мы шли сюда сюда наверх забирались за 4 часа посмотрим за сколько сможем спуститься обратно вниз bye everybody we're gonna miss you а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok